Моя задача обсудить основные стратегические позиции по подготовке, по оценке сервисудистых рисков и рассказать о нашем алгоритме, который мы много лет обсуждаем и дорабатываем с Алексеем Николаевичем вместе. Мы уже недавно на региональном конгрессе в Иркутске последнюю версию обсуждали, но вышли новые европейские рекомендации, и мы кое-какие предложения по совершенствованию ведения обсудим с вами здесь. Оцениваем риски, поскольку мы кардиологи, мы оцениваем сердечно-сосудистые риски. Это в первую очередь, конечно, инфаркт миокарда, аритмогенная смерть и другие состояния. На риски влияет много факторов, которые можно сгруппировать в отношении особенностей хирургического вмешательства, окружающей среды, социально-экономических факторов. Но здесь мы сосредоточимся на факторах риска, особенностях, связанных с самим пациентом, его заболеваниями, его статусом, его функциональными возможностями. Наши группы работали независимо, мы не знали вообще, куда движется и в каком виде европейские коллеги делают эти рекомендации. Мы знали, что они представят их в конце августа, но содержание, к сожалению, на ранних этапах нам было недоступно. А с другой стороны, и к лучшему. То есть у нас полностью независимая работа, вот как мы её видели, как мы её представляли. Самостоятельно проводили аналитическую работу, безусловно. И когда стали сопоставлять, выяснилось, что, во-первых, авторам всегда кажется освободить ещё лучше. По крайней мере, наши рекомендации выглядят достойно, и по многим позициям они существенно отличаются. Вот здесь, посмотрите, это общий раздел, где, с одной стороны, розовым – это наши рекомендации, а светло-голубым – это европейские рекомендации. И видите, у нас много различий. То есть мало того, что в наших рекомендациях немало позиций, которых нет в европейских рекомендациях, кроме того, мы не всегда совпадаем по формулировкам и даже по уровню доказательности, надо сказать прямо. В целом, если уж так говорить, что, хотя там, конечно, серьёзные люди работали, большая команда уже работала, тем не менее, хочу сказать, что вполне-вполне достойно выглядят наши рекомендации. В основе рекомендации, безусловно, и вообще в основе ведения пациентов – прогноз. Прогноз везде, самое главное. Чем точнее прогноз, тем выше результативность, эффективность любой деятельности абсолютно – медицинской, инженерной, военной и так далее. Прогнозировать можно разными способами. Чаще всего, и это касается переоперационного риска, пока доминирует эмпирический интуитивный подход. Если вы видели, что кто-то использует шкалы, это скорее исключение, чем правило, да? Правда? Правда. Можно использовать, конечно, специализированные шкалы, мы о них поговорим подробнее, безусловно. Можно использовать традиционные и нетрадиционные факторы риска. Можно применять функциональные тесты. И в последнее время активно развивается направление сердечных биомаркёров. Проблема построения прогноза связана с отбором предикторов. Предикторов очень много. И вот каким образом отобрать независимые предикторы, которые обладают наибольшим прогностическим весом – эта задача очень непростая. Во многом она определяется рамками исследования, потому что невозможно все предикторы в одном исследовании учесть. Поэтому в исследовании берётся ограниченный набор. И в каждом исследовании этот набор разный. И исследователи, используя разный математический аппарат, отбирают разные предикторы с разным весом ещё к тому же. Почему вот такая разноголосица существует в оценке использования разных шкал переоперационного риска? И вопрос ещё, какую математику вы используете. Уже 200 лет в основном используют регрессионный анализ. Но в последние годы очень быстро прогрессируют методы искусственного интеллекта. В первую очередь это машинное обучение с разными математическими подходами. И у нас тоже появились уже первые работы в этом направлении. Можно ли доверять врачу, даже опытному, даже квалифицированному? Не всегда, потому что решение принимается интуитивно. А интуицию проверить нельзя, и она работает непредсказуемо. Попытки проверить работу, вот эмпирический прогноз, который делает врач, показало, что если, допустим, прогноз одного этапа ещё можно, как-то, да, близко сопоставить со шкалами, с моделями какими-то, да, а вот на двух этапах уже проблемы. Вот здесь пример оценки рака лёгкого. Претестовую вероятность и после биопсии. И все врачи показали завышение прогноза, переоценка событий рака. Поэтому, конечно, доверять в полной мере интуитивным оценкам весьма-весьма проблематично. И в этом плане врач становится уязвимым, потому что он отвечает, да, это же его решение, не алгоритмы, не шкалы, это его решение. Вот, и в этом, конечно, кроется большая проблема с точки зрения юридической оценки его действий, если что-то пойдёт не так. И вот мы увидели алгоритм, это европейский алгоритм по предоперационной оценке, по прогнозированию, как он выглядит. Чем он отличается от предыдущей версии? Он отличается, в первую очередь, тем, что добавили ещё один этап, куда включили возраст с порогом 65 лет и факторы сердечно-сосудистого риска и сердечно-сосудистые заболевания. Обратите внимание, что алгоритм стал заметно сложнее. Он и предыдущий-то использовался нечасто, а этот вот я с большим трудом представляю, как врачи будут им пользоваться. Чем сложнее алгоритм, тем менее вероятно, что врач им будет пользоваться. Сложным алгоритмом простым-то редко пользуются, а уж сложным-то точно не будут пользоваться. Мы же создаём алгоритмы не только для того, чтобы они показывали наиболее оптимальный путь, а чтобы им пользовались врачи. Можно создать идеальный алгоритм, а врачи не будут пользоваться, ввиду того, что он неудобен просто для работы. Но самое главное даже не в сложности его, самое главное в тех проблемах, которые там есть. Во-первых, факторы риска добавили, традиционные сердечно-сосудистые факторы риска. И тут сразу возникает вопрос, улучшают ли они прогноз. То есть, по идее, исследователи должны были что сделать? Посчитать прогноз на основании традиционного подхода. Например, классический RCRI, индекс ли. Затем добавить факторы риска, ещё раз просчитать прогноз и сделать заключение, вот это добавление факторов риска прогноз улучшает или нет, и насколько это было сделано, это не было сделано. Таких исследований вообще нет. Понимаете, в чём дело-то? То есть, этот алгоритм создавался на основании, я так понимаю, здравого смысла, что факторы риска, да, они влияют, как и возраст. Давайте их добавим, и вроде мы должны улучшить прогноз. Но так не создаются рекомендации. То есть, они всё-таки должны иметь серьёзную научную базу. Потом, если мы возьмём уже традиционные инструменты шкал, переоперационного прогноза очень много, на самом деле, и в последнее время создаётся более современное уже на основании современной математики шкалы. А скажите, а вот туда факторы сервисудистого риска традиционные входят? Нет. Почему? Понимаете, там же ведь отбор идёт факторов риска, их весового значения, их независимости, да, в шкалы. Так просто вы туда не поставите предиктор любой. Так вот, эти механизмы, эти исследования не позволили, да, включить традиционные факторы риска в популярные на сегодняшние шкалы. Так а почему мы должны их использовать и на основании этого градуировать риски, и в дальнейшем все действия? Вот большой вопрос. Вообще, это алгоритм умозрительный. Он на основании здравого смысла и мнений авторов создавался. Его можно использовать для переоперационной оценки? Ну, по крайней мере, нужно делать это осторожно. Влияют ли вообще факторы риска на сердечно-сосудистые переоперационные риски? Ну, конечно, влияет. Мало того, число этих пациентов с рисками постоянно растёт. Ну, это понятно, почему, да? Потому что мы лечим лучше сердечно-сосудистые заболевания, соответственно, у нас больше возрастных пациентов, больше пациентов, которые не умерли, да, от каких-то сердечно-сосудистых катастроф. То есть пациентов больше, безусловно. Влияют ли они на прогноз? Да, влияют. Ну, по крайней мере, вот я нашёл исследование, достаточно большое, но ретроспективный анализ. Ну, чем больше факторов риска, тем хуже переоперационный прогноз. Вопрос в другом. Это независимые предикторы? И второй вопрос. Их добавление улучшает, да, прогноз традиционными инструментами, шкалами, там, моделями, которые мы используем? Вот этого ответа в этих исследованиях недавних найти не удалось. И более того, вот эти исследователи, их немного, кстати, которые занимались оценкой факторов сердесудистого риска при переоперационных осложнениях, они в свой алгоритм включили их, ну, как входные, да, и он не определял дальнейшую тактику отбора пациентов. Вот видите, они внесли туда на входе, да, факторы риска, и всё. Дальше они никакой роли и значения не имеют. На основании них они не рискнули сортировать пациентов. Вот же в чём вопрос-то. То есть это авторы, которые занимались оценкой сердечно-сосудистого риска. Ну, вот это наш алгоритм. Мы его вместе с Алексеем Николаевичем работали, постепенно совершенствовали. Он не оригинальный, безусловно, в основе его лежат и другие модели предложения, которые разные исследовательские группы создавали. Мы просто упорядочили их, структурировали, упростили, сделали их более чёткими этапами. Вот он, как выглядит у нас. Ну, кто занимается этой проблемой и смотрел наши предыдущие обсуждения, видели, что он фактически такой этапный, простой, достаточно ясный. То есть мы начинаем всё-таки с наиболее достоверных и наиболее информативных моделей шкал. То есть лучшего прогностического инструмента нет на сегодняшний день. Вы можете их критиковать, но лучшего нет. То есть с этого начинаем градацию рисков. А в дальнейшем уже подключаем функциональные нагрузочные тесты, если это необходимо, биомаркёры, учитывая всё-таки, что факторы риска игнорировать, тем не менее, нельзя. Есть такое предложение на пятом этапе, наряду с биомаркёрами, селективно при необходимости добавить всё-таки факторы сердца-риска. Это, в принципе, вполне логично укладывается в оценку прогноза современного состояния. Это, может быть, полезно просто для оценки уже дополнительного интуитивно-переоперационного риска. Почему ещё раз нужно использовать шкалы, модели? Шкалы, которые в реальной жизни пока не получили широкого распространения. Да, ЧАЦ-ВАСК при фибрилляции используем всегда. Зачем? Непонятно. Потому что шкала слабенькая и не всегда корректно ещё оценивающая. Но это как бы обязательно всем. Надо, не надо. Один балл нашли и всё, антикоагулянт получи. Надо, не надо. Выиграем, проиграем. Шкала показала всё. А здесь нет. Здесь не используют. Почему? Ведь это большая работа. Отбор предикторов. Выявление независимости. Выявление весовых значений. Это серьёзная математика. Нет, давайте, мне кажется, не надо пациента направлять. Ну вот, опасно, опасно всё. И отпишут отказ на входе всё. Разве это правильно? Ну, посчитай шкалу, напиши, что риск такой-то, да. Вот и пусть анестезиолог там хирургом решает, брать, не брать и так далее. Их можно сравнивать, шкалы по СИНГЭКСу, да, например. И более того, сейчас же есть мобильное устройство. Ну, многие кардиологи в России, многие за рубежом используют кардиоэксперт. Вы знаете, что с весны этого года возникли проблемы с кардиоэкспертом-2, потому что компания Google включила санкции против врачей нашей страны, Белоруссии. Мне казалось, всё-таки медицина должна быть вне санкций, но, тем не менее, так вот случилось, да. Поэтому было принято решение перенести программное обеспечение для мобильных устройств на другую площадку. Мы долго ждали российские площадки, но вот, к сожалению, очень медленно работают наши площадки. И пока ещё инструментарий недостаточно абсолютно, да. Поэтому недавно было принято решение перенести на AppGallery, Huawei. Ну, это номер 2, да, после Google Play. Это номер 2 площадка для размещения программ. Это будет кардиоэксперт-3. Там есть новые, безусловно, инструменты. Шкала ДЭСи, например, да, по оценке функционального состояния. И развиваться будет кардиоэксперт-3. Вот вторая версия, которая в Google Play, ориентированная сейчас, получается, на западную аудиторию, она в таком виде останется и развиваться больше не будет. Развиваться будет кардиоэксперт-3. Недавно мы весь путь прошли по адаптации программы, там, по особенностям этой площадки. Конечно, все понимают, что RCRI, ну, традиционная, самая популярная до сих пор шкала, она несовершенна и не всегда точна, да. Поэтому очень много создаётся в последнее время шкал, которые показывают, что они лучше, лучше, да, чем шкала, вернее, индекс, да, индекс RCRI. Ну, вот здесь несколько шкал, мы их показывали раньше. Они, кстати, упомянуты в европейских рекомендациях. А вот это не упомянуты ещё, это шкала на основе коморбидности, в первую очередь сердесудистой и респираторной коморбидности. Но в чём проблема новых шкал? В том, что они не прошли независимой проверки. Ну, то есть исследователи, вроде бы, да, независимую проверку сами проводили, но другие исследовательские группы, они не проводили этой оценки. А вы знаете, что исследователи, у них всегда хорошо получается, да, в отношении своего инструмента, а конкуренты всегда хуже работают, это очевидно. Поэтому ждём вообще независимых валидизирующих исследований. Вот как только они появятся, тогда мы начнём уже использовать вот эти новые шкалы. Ну, и хочу обратить внимание, что, поскольку это бурно прогрессирующая область, и я много занимаюсь, в том числе подготавливая кардиоэксперт, пришлось очень много заниматься и общаться с разработчиками. Вышло четвёртое издание, вот в октябре уже Гаотармедия будет готова предоставить её, там более подробно о шкалах мы говорим. Что касается функциональных тестов, я бы хотел обратить внимание на простой функциональный тест на большой группе пациентов. Два пролёта лестницы, он неплохо работает в прогностическом плане. То есть это не классический нагрузочный тест, да, и даже не индекс ДЭСи, это вот обычные два пролёта лестницы. Видите, они довольно неплохо разграничивали группы повышенного и сниженного риска. И самое главное их добавление, да, приводит к тому, что улучшается прогноз в отношении индекса РСРА. И видите, с пометкой 2АБ европейские рекомендации включили как индикатор оценки сезудистого риска именно вот этот тест. И последний слайд у нас – это знание прогноза и клинические решения. Знание прогноза, вы знаете, часто вообще не влияет на принятие решения. Здесь вот исследования по сердечной недостаточности. Независимо от того, какой прогноз выдают модели, шкалы и так далее, врачи вообще не меняют своих решений. То есть важно не только иметь инструмент, да, важно, чтобы решения были, основывались на этом инструменте. Ну и вот, как бы, да, это иллюстрация пути нашей команды. Ну вот европейцы уже успели, забежали, но не шустрые, конечно, поставили свой флаг. Ну мы где-то на подходе, потому что вот команда, с которой мы работаем, намерены в ближайшее время все-таки уже представить окончательный вариант отечественных рекомендаций. Но американцы задержались немножко у них с 2014 года, но тоже подтянутся и интересно, посмотрим, совпадут ли наши позиции. Спасибо большое. Спасибо, Фарид Могилевич. Коллеги есть, можно задать вопрос, если есть. Да, пожалуйста.